Четверг, 10 утра, СПК «Гигант». Встреча начальника районного ГАИ с доярками и механизаторами у ангаров с техникой. Подполковник милиции не просто оперирует цифрами статистики, а это шесть погибших за год, но и красочно описывает страшные последствия безответственности. Помимо отсутствия техосмотра, страховки или водительского удостоверения в соответствующей категории, многие позволяют себе непростительные ошибки. В кабине этого трактора перевозка пассажиров строго запрещена по правилам дорожного движения. Значит, были такие случаи, везет сзади пассажира одного-двоих, один вот здесь вот сидит, один вот там вот упирается на стекло, стекло вот то выдавливается заднее, пассажир падает, и его прицепом вот так вот человек погибает, механизатор идет в тюрьму. О страшных случаях местные механизаторы наслышаны, и почти все сотрудники проживают в домах, примыкающих к опасной трассе – республиканской автомобильной дороге Р-43, на которую после того, как М-5 стала платной, пришелся большой поток транспортных средств. Было раз, но машина, машина на перекрестке, два трупа, по главной джипы шелся, второстепенная машина выезжала, и прямо здесь возле заправки на перекрестке. Со слов сотрудников организации, местные жители частенько нарушают ПДД, пересекают проезжую часть в темное время суток без фликеров, а иногда наглость и безрассудство переходят всякие границы дозволенного. Сам еду даже на тракторе, идут, еду на велосипедах посреди дороги, честно, вот так вот. Да, сигналю, чтобы отъехали. В ноябре прошлого года работник СПК погиб на дороге. Он ехал на велосипеде. Световозвращающими элементами обозначен не был ни сам, ни его средство передвижения. Чтобы исключить подобное, в дизайне рабочей одежды появились вшитые фликеры, а сегодня вдобавок закуплены жилеты для каждого сотрудника. У водителей, допустим, превышение скорости движения, у работников СПК-гигант, ну, в темное время суток, не в рабочее время, не обязательно в рабочее время, ну, находясь на отдыхе, будем говорить, дома, они выходят из дому, куда-то идут и попадаются работникам ГАИ. Штрафы сегодня не панацея, поэтому и сами инспекторы призывают всех участников дорожного движения к строгому соблюдению правил, ведь цена фликера и жизни несоизмеримы. Это уже вторая акция, которую мы проводим в сельскохозяйственных предприятиях Бобруйского района. Надеюсь, опять же, нас услышат другие руководители хозяйства, позовут нас в свое хозяйство и сделают все возможное, чтобы своих работников обеспечить свето-возвращающими элементами. Ангелина Дикон, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.